Продолжение следует... Основная причина смертности – это сочетная травма, но что очень важно, это и основная причина потери трудоспособности. Надо сказать, что разные периоды выделяют, когда пациент может погибнуть от сочетной травмы, это и смерть на месте, это ранняя летальность уже в стационаре, и поздняя летальность в стационаре в основном уже от гноэнсептических осложнений. Но что очень важно, что основными причинами смерти при сочетной травме – это черепно-мозговая травма, это травма грудной клетки и травма живота. И надо сказать, что большинство пострадавших, конечно, наиболее тяжелых, они имеют черепно-мозговую травму. И здесь очень важно, что любые факторы, которые могут ухудшить состояние головного мозга, они ведут к увеличению летальности, как в этом исследовании, который был сделан в институте Клифосовского. Вы видите, те пациенты, пострадавшие, у которых была гипоксимия и артериальная гипотензия на догоспитальном этапе, это пострадавшие с травмой, они выживали гораздо хуже, чем те пострадавшие, у которых гипоксимии и артериальной гипотензии не было. Надо сказать, что в лечении пострадавших сочетанной травмой выделяют несколько этапов, и на некоторые я потихонечку остановлюсь на всех. Догоспитальный этап – это важный момент, это своевременность доставки пострадавшего в стационар, это госпитализация в специализированный стационар, если время доезда менее 60 минут считается, в котором есть травматология, нейрохирургическое отделение, экстренная хирургия, компьютерный томограф. Обязательно должно быть информирование стационара о пациенте, и должна быть борьба с жизнеугрожающими состояниями и факторами вторичного повреждения головного мозга, но для этого должна быть подготовка и специально обученный персонал. Концепция золотого часа, ее озвучил Николай Филиппович, но смысл в том, что чем дольше пациент задерживается на догоспитальном этапе, тем выше летальность у пострадавшего с тяжелосочетанной травмой. Хотя сейчас выходит данные немецкого регистра постоянно, который показывает, что в принципе для пострадавших с тяжелосочетанной травмой они могут задерживаться на догоспитальном этапе несколько дольше, это никак не вредит дальнейшей их судьбе. Ну что очень важно, что не следует задерживаться на догоспитальном этапе, если технически не выходят какие-либо манипуляции, это венозный доступ чаще всего или интубация, потому что это затруднит, это увеличит время, которое пациент проведет без специализированной помощи и в общем-то приведет к не очень хорошему исходу. Диагностические этапы это либо противошоковая палата, либо отделение эксенной реанимации, как это делается в институте скорой помощи Мисклифасовского. И в первую очередь тут надо думать о нарушении проходимости дыхательных путей, наличии пневмоторокса, гемоторокса и так далее, то есть тех состояний, которые могут привести к ранней летальности уже на этапе стационара. И конечно на этом этапе должна работать одна команда, в которую входит и хирург, и травматолог, и нейрохирург, и анестезиолог, и реаниматолог, и они все должны понимать едино патофизиологию всех повреждений, результаты исследований и лечебные действия, которые они оказывают. Конечно должна быть команда, которая работает быстро, эффективно и самое главное просто. Да, чем сложнее манипуляции или какие-то действия проводятся, тем сложнее будет вообще что-то делать с больным. И конечно должен кто-то быть, кто руководит всем этим процессом, и даже, вы видите, наши зарубежные коллеги, они специально делают внутрибольничные протоколы, в которых четко распределяют вообще, где должен кто находиться во время приема пациента. Потому что организация, это основное, что, наверное, может повысить качество оказания помощи пострадавшему с тяжелой сочетанной травмой. Так же, как, например, при катастрофах, те доклады, которые сегодня уже озвучивались, если нормальная организация, то и исходы у этих пациентов будут лучше, и оказание помощи будет качественным. Понятно, что на диагностическом этапе оказывается по определенному протоколу определенные последствия действия, это и протезирование дыхательных путей, и респираторная поддержка, и сосудистый доступ, и инфузионная терапия, которая, если у пациента есть кровопотеря, в первую очередь должна быть сосредоточена на компонентах крови, и даже, например, при тяжелых переломах костей, таза, забрюшинными гематомами, или продолжающиеся кровотечения из каких-либо мест, это может включаться протокол массивной гемотрансфузии, который серьезно отлажен в западных странах, но и у нас, в общем, тоже достаточно хорошо используется. Оценка уровня БОДС, неважный момент, и, конечно, надо оценить факторы окружающей среды, потому что многие пациенты поступают в состоянии гипотермии, это ухудшает их и коагуляцию, и многие другие параметры. Ультразвуковое исследование, простой метод, который на Западе, это называется протоколом FAST, у нас так прямо оно не называется, но все направлено на то, чтобы очень быстро выявить жизнеугрожающее состояние. Гемоперитонеум, гемоперикард, гемоторакс, пневмоторакс, в определенные точки ставятся датчики во время проведения реанимационных мероприятий или приема пациента, оказания ему первичной помощи уже на этапе экстренной реанимации, и это позволяет очень быстро сориентироваться в ситуации и понять, куда вся эта травма ТИМ будет двигаться. Компьютерный томограф, он должен быть во всех стационарах, которые оказывают помощь пострадавшим с тяжелосочетной травмой. КТ необходимо выполнять всем пострадавшим, понятно, что оно должно работать круглосуточно, но, слава богу, сейчас в России эта проблема ушла из такой вот серьезной ротации, когда компьютеры не работали ночью или вечером. Ну и для тяжелых пациентов по весу или по тяжести состояния можно использовать мобильный компьютерный томограф, который позволяет сделать только протоколы по голове и, соответственно, понять, есть ли у черепная гематома, либо ее нет. Ну и, конечно, те пациенты, у которых есть хоть какое-то угнетение уровня бодрствия, либо у них выявляются небольшие ушибы, например, на компьютерной томографии, им надо делать компьютерную томографию в динамике, потому что эти ушибы могут эволюционировать, и чтобы не пропустить быстрой дислокации структуры головного мозга, надо динамически смотреть за тем, что происходит внутри черепной коробки. Это можно не увидеть, например, по неврологическим симптомам. Также желательно использовать, особенно у пациентов с подозрением на диффузно-аксональные повреждения, использовать магниторезонансную томографию, потому что она позволяет точно установить диагноз и понять, почему состояние пациента гораздо тяжелее, чем та картинка, которую вы видите на компьютерном томографе. Оперативное вмешательство. Понятно, что существует несколько показаний для экстренных операций у пострадавших тяжелой травмой. Это и чередно-мозговая травма с различными ее проявлениями лапоротами, это нарастающее количество жидкости в брюшной полости, это наружная фиксация таза или конечностей при тяжелых переломах, вплоть до сочетания с тампонадой из-за брюшенной клетчатки. Но, что очень важно, надо, конечно, всегда взвешивать риск и пользу этой самой операцией. Это очень тонкий момент, потому что все говорят про дэмидж контроль и что вот этого больного можно оперировать, а этого нельзя оперировать, надо, не надо. Но никаких четких критериев, которые бы дали в руки вот этой бригаде, которая занимается травмой или ответственному хирургу, четкие показания, противопоказания, например, для проведения там дэмидж контроля в этой конкретной ситуации, их на самом деле нет. Это решается таким коллегиальным подходом и тут главное не промахнуться. Интенсивная терапия это тот момент, когда все героические мероприятия уже завершились и все, как знаете, есть такая фраза, больной выходит на большой круг советской медицины. И тут возникает очень много вопросов и первый самый вопрос, который возникает не только у врачей, но и у родственников, а что же будет дальше? Что получится из того, что вы героически спасали? Да, если это выйдет вегетативное состояние, то, наверное, это не самый будет лучший исход. Но в связи с этим задача этапа интенсивной терапии. В первую очередь, учитывая то, что подавляющее большинство пострадавших с отчетной травмой, это больные с отчетной чередно-мозговой травмой, это борьба за мозг. Да, это профилактика легочных инфекционных осложнений, особенно при травме грудной клетки. Это запуск нормальной работы желудочно-кишечного тракта и обеспечение гомеостаза, но это общие реанимационные понятия. По поводу вторичных повреждений мозга, очень важно, еще раз я хочу остановиться, что гипоксимия и гипотензия – это основные факторы риска ухудшения пациентов с поражением головного мозга. И за этим надо очень тщательно следить. Поэтому, если, например, за этим не уследить, и у пациента была артериальная гипотензия с тяжелым, например, черепной гипертензией, то потом можно спасать его героически очень долго, но ничего из этого хорошего не выйдет. Инвазивный мониторинг артериального давления позволяет посмотреть постоянно за уровнем артериального давления, быстро выявить эпизоды артериальной гипотензии, мало того, постоянно анализировать, если это нужно, кислотно-щелочное состояние артериальной крови. Мониторинг системной гемодинамики либо инвазивной, либо нет инвазивных модальностей. Сейчас очень много неинвазивных мониторов системной гемодинамики, по которым можно понять, что происходит с сердечным выбросом. Мониторинг нудочерепного давления, ситуация, которая еще 6-7 лет назад в России была, всего лишь мониторировали ВЧД в нескольких клиниках, а сейчас это повсеместно осуществляется на просторах нашей Родины. И, наверное, это очень хорошо, потому что позволяет быстро выявить нудочерепную гипертензию и, соответственно, снизить ее, либо поддержать нужное перфузионное давление. В ЕГЭ вызванные потенциалы – это важный момент, который сейчас переживает ренессанс в последние несколько лет, потому что выяснилось, что у многих пациентов, у которых есть угнетение урнебоции, у них бывают бессудорожные припадки, то есть у них бессудорожный статус. И пациент вроде бы находится в коме, а на самом деле, если вы скупируете ему судороги, которых вы так визуально не видите, можно увидеть их только по ЕГЭ, то и уровень сознания может улучшиться. Респираторная поддержка, в первую очередь, это контроль под СО2, потому что есть очень серьезная зависимость между уровнем под СО2 и уровнем мозгового кровотока. Соответственно, если больной испытывает гипокапнию, то он испытывает ишемию головного мозга. Поэтому очень важно тщательно контролировать, либо если есть энтайдл СО2, либо СО2 в артериальной крови. И здесь работа, которую мы недавно сделали на интеллигентной, есть такое понятие интеллигентной вентиляции, интелливент, когда задается нужный уровень энтайдл СО2, по которому пациенты вентилируют параметры, подстраивают сам вентилятор. Посмотрите, насколько можно четко поддержать необходимый уровень энтайдл СО2 в отличие от обычных режимов вентиляции. По ДКВ положительное давление в конце выдоха всегда его боятся, особенно у пациентов с черепно-мозговой травмой. Но надо понимать, что положительное давление в конце выдоха, даже высокое по ДКВ, не приводит к серьезному увеличению внутричерепного давления. Поэтому бояться этого в рутинной практике не нужно. И, конечно, сейчас появились приборы, которые позволяют раздувать легкие, раздувать и контролировать. Это приборы, которые стоят, например, в нейрохирургической реанимации, у нас к которому видно, какие отделы легких как раздуваются. И, соответственно, можно менять параметры искусственной вентиляции легких. Лечение внутричерепной гипертензии много по этому поводу сказано, написано. Ничего нового за последнее время серьезного не произошло. Это пошаговый алгоритм от проспутового сложному, вплоть до декомпрессивной краниотомии. Но вот из свежего закончилось только буквально исследование РСКЮ-АСП, которое продолжалось 10 лет. Там сравнили пациентов, которым выполняли раннюю декомпрессию при выходе на неконтролируемую внутричерепную гипертензию, либо продолжали медикаментозное лечение, там, теопенталовые комы и так далее и тому подобное. Институт участвовал Стуцклифосовского в этом исследовании. Мы набирали пациентов. И, наконец, вышли результаты, которые показали, что если пациента рано декомпрессировать, то исходы у этих больных как через 6 месяцев, так и через 12 гораздо лучше, чем у тех пациентов, которых лечили старыми проверенными методами, теопенталовыми комами, седациями и так далее и тому подобное. Инфекционные осложнения. Важный момент, потому что развитие инфекционных осложнений и поле органно-недостаточного пострадавшейся от тщетной травмы, конечно, ни к чему хорошему не приводит. И приводит только к ухудшению исходов. Поэтому надо очень тщательно ухаживать за пациентами. Наверное, это основное в успехе. Это простое мытье, повороты, санация правильная и так далее. Это то, что должен делать средний медицинский персонал. Но за этим должны следить и в первую очередь врачи. Индивидуальный подбор антибактериальной терапии. Да, надо определять цели антибактериальной терапии. Нельзя назначать антибиотики просто из-за того, что у пациента была температура. Что очень часто встречается в нашей повседневной российской практике. И регулярный контроль состояния печени. Потому что очень много препаратов. Да, большинство препаратов, которые мы используем в городском здравоохранении, это дженерики. И как они будут действовать. Мы четко не знаем даже их эффекты. Но то, что от них больше осложнений, это совершенно точно. Здесь просто нам на обходе встретился. У нас, видите, был, видимо, вьетнамский допмин. Ведь он допмин. Но, конечно, экстракорпоральная мембранная оксигенация. Это современный метод, который, знаете, как все методы. Он пока еще не дошел до верхушки параболы. Сейчас все ему увлечены, что это очень важно, что это очень хорошо. Но у пострадавших с отчетной травмой и все больше этих сообщений в мировой литературе, на различных конференциях, это не такой жизнеспасительный и 100% помогающий метод, как, например, у пациентов после каких-то кардиохирургических вмешательств и так далее. У которых либо, например, при вирусной пневмонии у пострадавших с отчетной травмой может быть очень много проблем, связанных с самим ЭКМО. Поэтому сейчас эта методика происходит такую определенную в мире обкатку. И надо понимать, что это тяжелая ситуация, которая требует мобилизации сил конкретного отделения. Но питание – это очень важный момент. Может быть, в нем не так много техники. Но если больных не кормить, или как в нашей стране... Ну, нас раньше всегда кормили бульоном. Потому что, видимо, в детстве все слушали историю про Мересева, которого сбили, и партизаны его отпоили бульоном. Поэтому, если попадал тяжелый пациент, родственникам всегда говорили – принеси бульон. Сейчас бульон в России исчез, зато появилась смесь агуши. Всех кормят агушей почему-то. Ну, а на самом деле, вот это свежие данные, которые получены в отделении общей реанимации нашего института. Посмотрите, на шестые сутки потери по азоту огромные. Почти 40 грамм азота. Умножьте на 6 в среднем, да. И вы получите, что под 250 грамм белка теряется у пострадавших с тяжелой сочетанной травмой. Это огромные цифры. Пациента с таким катаболизмом, если их нормально не кормить, они нормально выживать не будут, и у них ничего заживать нормально не будет. Поэтому надо измерять потребности в энергии, либо при помощи отдельно ездящих непрямых калориметров, либо при помощи блоков, как мы это делаем, которые интегрированы в прикроватные мониторы. И мы знаем у конкретных пациентов и калораж, и респираторный коэффициент. То есть, что пациент в данный момент больше использует – белки, жиры или углеводы. Очень важно знать, что всегда в России тоже было такое предубеждение, было всегда по поводу жировых эмульсий, которые переливаются пациентам для кормления. Но оказалось, что жировые эмульсии, в общем, никаким ужасом не приводят. Это питание 3 в 1. И видите, 3 глицериды у пациентов не нарастают, да, до каких-то критических цифр. Они нормально усваивают жиры. Мало того, у них улучшаются функции лёгких даже у тех пациентов, у которых она была нарушена перед инфузией этого питания парентерального. Но что очень важно помнить, что у пациентов может быть гипергликемия. Да, она не настолько выраженная, может быть, не требует коррекции, но гипергликемия при введении парентерального питания может быть. Это надо учитывать в повседневной практике. Конечно, надо осуществлять профилактику тромбоэмболии лёгочной артерии. В первую очередь, доказанные вещи. Две доказанные вещи и с уровнем доказательности. Эй, это компрессионные челки, ой, не челки, это перемежающаяся пневмокомпрессия и гепарин. Больше ничего. Какой гепарин вы выберете для своей практики, это ваш личный выбор. Но если вы берёте низкомолекулярные гепарины, надо понимать, что надо в этой ситуации доверять фармкомпании, которая сказала, что вот именно эту дозу надо ввести, она поможет. Если же вы используете гепарин, соответственно, вы можете его отконтролировать по АЧТВ, либо, если что-то смущает, взять тромбоэластограмму с гепариназой, соответственно, посмотреть, работает гепарин, надо ли увеличивать бодозу, или её увеличивать не нужно. Реабилитационный этап – это важный момент. Реабилитация – это сейчас общая мировая тенденция, она должна начинаться в реанимационном отделении. И в нашей стране вся эта реабилитация пошла, в общем-то, с сосудистой программой, то есть программой помощи больным с инсультами и с инфарктами Акарда, в первую очередь с инсультами, потому что этих больных уже изначально заложено во всей этой программе, их надо как можно быстрее мобилизовать. И так как у нас в институте открылся региональный сосудистый центр, который оснащён достаточно серьёзным оборудованием, естественно, часть этого оборудования потихонечку пошла на помощь и другим пациентам, и мы занимаемся кинезотерапией, занимаемся ранней вертикализацией, и любого пациента можно поставить на ноги, ничего сложного в этом нет. И вы видите, вот пациентка лежит совсем недавно, она, в общем, смотрит куда-то, ну, совсем другое дело, когда её поставили к окну, она смотрит уже на португальское посольство, ей гораздо интересней. Ну и, конечно, гораздо интересней нашим врачам, потому что они видят в глазах тех пациентов, которые обычно лежат, да, тут эти пациенты встают, вот, и они совсем по-другому ощущают жизнь, вот, и иногда оказывается, что тут пациент, который лежит на кровати, он гораздо выше, чем ты, например, да, так это на кровати не видно, он, хоть лежит там и лежит. Поэтому надо всем этим заниматься, так же, как надо заниматься правильным позиционированием пациентов в кровати, да, их надо определённым образом позиционировать, это важный момент профилактики спастичности. Спастичность, когда уже рука, нога висит и не гнётся, там уже с этой спастичностью ничего не сделаешь, там приходится заниматься ботулинотерапией, вот, это пациентка с тяжёлой травмой, которая проходила у нас реабилитацию, и вы видите, как у неё вместе с гипсованием при помощи ботулинотерапии потихонечку-потихонечку расправлялась нога, но это время, очень-очень большое время. Ну, что ещё важно? Важно, чтобы была одна команда всегда, это команда, которая занимается пациентом с тяжёлой травмой, это хирурги, травматологи, нейрохирурги, анестезиологи, реаниматологи, они должны работать в одной упряжке, иначе ничего, в общем, хорошего не выйдет. И, конечно, надо учиться, да, и мы занимаемся этим каждодневно, на утренних обходах и дневных у Валентины Ивановны Картавенко, это наша гура по сочетанной травме, и Рюрик Новичка Кубава, который, в общем, всегда учит нас в жизни. Спасибо.